Здравствуйте! Вы смотрите программу Культ личности и мы сегодня будем беседовать с замечательной актрисой, которая безусловно любит все зрители и помнит ее. Ну, последняя, я знаю, по сериалу Серафима Прекрасная. Ох, после этого столько лет прошло, уже много что-то. А после этого столько памяти наследственной, мне кажется, даже детям передадут любовь к сериалу. В общем, Елена Захарова прошу любить и жаловать. Добрый день. Елена, когда читала вашу биографию, с удивлением обнаружила, вот как иногда судьба складывается, интересно, что вы в актерскую профессию практически по случайности попали. Нет, ну как по случайности? А, ну вы имеете в виду, что вот первый фильм, съемки, да, это первые съемки. А вообще я мечтала уже быть актрисой. А было такое? Конечно. Мы с мамочкой ходили на разные кастинги, тогда еще такого слова не было. А мы уже ходили. Мы уже ходили, тогда мы слушали. Тогда не было ни мобильных телефонов, ни интернета, внимание, молодежь. Были объявления по радио. Мы сидим завтракаем с утра, там, мне 10 лет, 11, неважно. По радио говорят, киностудия Горького ищет такую-то девочку такого-то возраста. Или газеты «Вечерняя Москва», открываем, написано там «Мосфильм», «Пробы», фильм такой-то «Детей» или «В Яролаш». Вот так раньше было. Там толпы, наверное, были такие. Толпы, да. И мы с мамой шли, да. Сколько вы в очереди тогда стояли? Я не помню вот этого момента, но как-то стояли, да, были конкурсы. Меня это, ну, абсолютно, я тогда думала, что это, наверное, нормально, так, ну, действительно, а кто в этом возрасте? Это ж не то, что ты сразу пришел, сел, прочитал, сказал, вы звезда, все, пойдемте. Понимаете? Слушай, как для ребенка мне всегда интересно с точки зрения вот детской психологии, да, как это, когда ты приходишь, ты такой весь замечательный, ты же так стараешься, а раз, и тебе нельзя. Слушайте, а я не думала, что я такая замечательная, что я старалась, ну, не знаю, ну, значит, я не подхожу. У меня, я не помню, может быть, я что-то сейчас забыла, я не помню, что у меня была какая-то детская такая травма, там, я не подошла. Не расстраивались? Потом в глаза же это так не говорили, ну, не перезванивали, да. Нет, ну, наверное, как-то что-то было грустно. Самое большое, я помню, вот именно такой детский, наверное, кошмар, это когда я пыталась, вот это я тоже рассказывала, но еще раз расскажу, поступить в театральную школу Голубовского после восьмого класса. Мама мне говорила, как надо читать басню «Кот и повар», показывать кота, показывать этого повара, я все исполнила. После этого мне сказали, что мне этой профессией лучше никогда не заниматься. И вот это я запомнила на всю жизнь. Я бежала, по-моему, с пятого этажа с диким ревом, я плакала навзрыд, бежала к родителям, пять этажей, вот серьезно вам говорю, вот это была очень большая травма, которую я запомнила на всю жизнь, потому что я сказала, все, все, я, все, никогда. И дальше я готовилась в инъяс поступать, все. То есть мы решили, что в эту профессию без каких-то связей, каких-то возможностей. Потом мне сказали, что не надо, но сказали ребенку не надо, значит, ребенок понимает, не надо. И если бы просто волею судьбы я не встретила человека, который, увидев меня, сказал, а кем вы хотите стать? Я говорю, переводчиком. Грустно так сказала. Потому что, конечно, ну, нет, у меня хороший язык английский уже был, у меня была соседка-переводчица-синхронистка, просто соседка в доме, по этажу. Знаете, как повезло? И я занималась английским. Я бы, наверное, поступила бы в этот инъяс, потому что у меня до сих пор все говорят, что у меня очень хорошее произношение. Может, и слетят, конечно. Вот. У меня была явная способность к языку. И вот он мне так сказал, говорит, да вы что, вам надо быть актрисой? Я говорю, да, мне сказали не надо. Он говорит, кто? И он мне даже посоветовал пойти во ВГИК на подготовительные курсы. Сам мне даже, он учился в институте культуры, его уже нет, к сожалению, в живых, Юра. Но я ему потом очень много раз говорила спасибо за это. Потому что я понимаю, что бывают какие-то в жизни судьбоносные встречи. Пришла судьба. Если бы я не встретила этого человека, который бы мне вот так сказал, я была бы сейчас переводчиком. Может быть, тут переводил бы на фестивале, кстати, у вас. Слушайте, родители ваши вообще не творческая профессия. Вы сейчас рассказываете, что ваша мама рассказывала вам, как вот за кота и за всех остальных говорить. А она откуда этого набрала? Она мечтала стать актрисой. Но рано встретила папу, влюбилась, вышла замуж. Папа, конечно, не хотел, чтобы его жена была актрисой. Нет. То есть все-таки через вас мечта-то это реализовала? Да, так все и было. А я помню свою мысль. Хочу быть на сцене. Место, в котором мне прям... Я скромная, я застенчивая. Я вчера про это говорила. А здесь я могу быть любая. Я могу быть наглой, я могу быть стервозной, я могу быть красивой, могу быть смелой, могу быть плохой, злой. Понимаете? Это возможность попробовать. Никогда не переносили актерскую профессию, потому что я вот даже примеряла на другие профессии. Очень тяжело не тащить это домой. Согласна. Очень тяжело актеру вот эта вот грань, где она находится, почувствовать, что, ой, что-то я тут играю как-то, да? Вот это как будто бы на сцене, а вроде я с женой на кухне разговариваю. Вот у вас никогда такого не было? Ну, может быть, было, но нет. Я стараюсь, конечно, все это забывать, но единственное, я замечала, что когда вот ты во что-то погружаешься, когда ты репетируешь, то ты как бы вдруг в жизни себя ловишь на каких-то интонациях, на каких-то вещах, что ты сейчас говоришь, как та роль, которую ты репетируешь. Это может быть, но это как бы быстро проходит. Вот, знаете, еще, конечно, забавно, потому что иногда, если ты вдруг плачешь, там какая-то что-то происходит в жизни, особенно вот мужчины почему-то говорят, ну, ладно, ну ты же актриса, ты же можешь сыграть. Да, 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 это вот, ну, это, я думаю, какая-то или защитная мужская реакция тоже, потому что, конечно, мужчины не любят, когда женщины плачут. Очень, да, да, да. И, конечно, можно применить эту силу для каких-то целей, но, в принципе, это очень редкий прием. Я вообще стараюсь быть в жизни самой собой. Мне это интереснее. Ну, как бы, в жизни мне хочется быть собой. На сцене мне собой и в кино быть не хочется. Вы даже говорите, стараюсь быть самой собой. Да. Вот надо, чтобы понимали, люди зафиксировали, что это реально, это определенные усилия, которые ты контролируешь, ты понимаешь, что вот здесь заканчивается работа и начинается я. Конечно. Ну, знаете, мне кажется иногда, что люди не артисты, они даже, бывает, больше в жизни играют, придумывают себе какие-то образы, мне это совершенно не нужно. Я всегда это четко вижу. Это человек сейчас со мной искренний, или что-то я вижу, что там что-то какое-то двойное, тройное, четверное дно. У меня такое ощущение возникло, просто вот потому, что я вижу, да, что я знаю о вас немного, что вы действительно так очень умеете четко разграничивать очень многие сферы своей жизни. Что важно, что менее важно. Да, что важно, что менее важно. Где я буду показывать и рассказывать о себе на камеру, да, а где я вообще не буду этого делать, потому что действительно в вашей жизни такие настолько разные периоды происходили, вы абсолютно закрывались, и вам было все равно, что будет в этот момент с вашей карьерой, я просто вы приняли решение, все, я не общаюсь ни с кем, да. Ну, это правда. Нет, понимаете, потому что, я считаю, конечно, можно делать пиар, да, как у нас люди, что бы ни происходило. Очень много это делать. Мне это не нравится. Я всегда говорила, вы знаете, нас когда приглашают там на мероприятие, говорят, мне всегда говорят, ой, будет столько фотографов в камеру. Я говорю, понимаете, либо мне интересно там посмотреть кино, увидеть каких-то людей, тогда я приду. Я понимаю, что сейчас, наверное, такое время, так нельзя говорить, но я никогда не была нацелена именно вот, как говорят, лучше быть, чем слыть. Для меня было важно, чтобы меня любили, и я нравилась за то, что я делаю, за то, что я делаю на экране, в театре, а не то, что вот там в журнале увидели фотографии. Нет, это тоже, наверное, важно, да, но бывает, я вижу фотографии очень многих людей, а я не понимаю, думаю, а где они снимали, что они делали. Вот бывает такое, и ты ничего не можешь вспомнить, но они на виду. Ну, это тоже, нет, я никого не упомню, упаси бог, не осуждаю. Это правильно, они должны быть на виду, иначе их забудут. Но вот даже я сейчас, когда стала мамой, у меня совершенно, вот знаете, не было такого желания, нет, мне хотелось, конечно, потому что я очень быстро пришла в форум, мне хотелось выйти куда-то, конечно, и чтобы все видели, что я худая опять, красивая, ну, как бы хорошо выгляжу, да, это важно. Ох уж эти девочки. Да, ну, выйти там, да, но, тем не менее, я отказывалась от кучи гастролей, я до сих пор, когда мне предлагают длинные туры, я говорю, к сожалению, я от Америки отказывалась, я когда была беременной, да, мне предложили, говорят, вот там вот будет тур, там на две недели, я думаю, ага, как раз уже ребенка будет 4 месяца, мы полетим вместе, потом вдруг я выясняю, что там 8 внутренних перелетов, там Америка, Канада, это все заранее, естественно, я никого не подводила, я сказала, нет, ребята, я говорю, я не могу ни ребенком так рисковать, а уж без нее я точно никуда, и сейчас происходит то, что я в основном, ну, здесь, конечно, я не полетела, потому что 8 часов, мне жалко ребенка, естественно, я не могу. А так вы летаете с ней? Да, и летаю, езжу на поезде, да, да, ну, вот когда есть несколько дней, когда это как-то приемлемо, но я говорю, что я очень от многого отказа, от очень многих проектов. Мне уже два года, да? Почти, почти, год и девять сейчас, да. Ну, вот уже исполняется. Да, и на съемке она летает со мной тоже, на съемке со мной, вот я снималась несколько проектов в Минске, со мной, с мамой, мы там поселяемся, живем, вот, все, они приезжают ко мне на площадку, я до сих пор кормлю, могу этим похвастаться. Вот это да, слушайте. Ну, так получилось, и мне это нравится. Это кочевая жизнь, она как-то на вашем ребенке, до дочери уже отразилась? Есть какие-то там словечки? Ну, не знаю, да нет, она магазины, магазины, самолет, самолет, она уже повторяет. Мама, хомолет, она говорит, хомолет. Ну, я скучаю, мне каждую минуту хочется быть с ней, конечно, то есть это такое, ну, я не могу же бросить профессию, я тоже люблю. Ну, вот. Елена, ну, вы, тем не менее, замечательный пример, вы можете из нее уходить, из профессии возвращаться. Ну, я не уходила. Нет, я снималась до последнего. Все равно вы снимались? Конечно, я снималась на 9-м месяце, сейчас идет фильм в прокате, по-моему, и здесь шел, училка, последние испытания, Алексея Петрухина, замечательное кино с Ириной Купченко, в главной роли с Андреем Мерзликиным, с Аней Чуриным, там с Аней Чуриной, там прекрасный актерский состав, такое очень серьезное кино, это про захват заложников, и, в общем-то, я снималась за 2 недели до родов. Заразили вы свою дочь, наверное, этой профессией? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Очень укропно. Конечно, да, да, но было очень нервно. Я потом, когда рассказывала, вот, врачу, которая меня вела, у которой я рожала ребенка, Ольги Николаевны Курбацкой, она говорит, как у вас, Елена, все спокойно? Уже 2 недели до родов. Я говорю, да, все, ничего, вот я тут в кино снималась. Она говорит, да? Я говорю, да. А у меня вот такой живот. Она говорит, а что там? Я говорю, тут ничего, там просто стреляли рядом. Она говорит, как стреляли? Я говорю, ну, холостыми патронами, вы не волнуйтесь. А она говорит, а, ну, если холостыми. Дальше она смеется и говорит, Лен, можно я буду про вас как анекдот эту историю рассказывать? Я говорю, конечно. Нет, на самом деле, я дико переживала, очень боялась. Ну, вот знаете, как уже ввязалась в историю? Я гладила живот, я говорила, не переживай, все хорошо, это кино, никакой опасности нет. Хотя, конечно, было очень страшно, все нервничали, очень нервничала съемочная группа. Просто получилось, что когда предлагали историю, я вот только узнала, что жду ребенка, думаю, а, ну, еще все, ничего не видно. Я снялась в нескольких проектах. Вот, то есть, правда, я вообще, у меня не было такое, знаете, что я уехала, релакс такой, жду ребенка. Нет, я работала. И потом они так откладывали, откладывали съемки, что в итоге съемка, я говорю, слушайте, ну, вы, наверное, уже меня уберете из сценария. Леша говорит, нет, будешь, мы переписали роль, но мы тебя отпустим из зала. То есть, да, потому что, ну, там уже когда, то, что меня там должны были бить, я должна была падать. Нет, ну, это нереально уже. Конечно. То есть, при шторме я не могла участвовать. Нет, ну, какой? Я бы там тогда точно, не прийди, Господи. Вот. Ну, вот так. Все было хорошо. Слушайте, ну, вы, конечно, потрясающе вымороженство. Не знаю. Или дурости. Знаете, я все время думаю, это мужество, я все время думаю, это мужество или это дурость какая-то. Ну, видимо, это между где-то. Ой, слушайте, ну, когда характер сильный, опять же, по моим личным наблюдениям, ну, там никуда не денешься уже. Ну, да. Тебя уже просто ведет дальше. Да, 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 ты как будто полетел, понимаете. Мало того, я понимаю прекрасно, что вы, сами того не желая, совершенно, и даже вообще и попыток не делая к этому стремиться, вы действительно огромный пример для многих, мотивация. Ну, дай бог. Ну, вы потрясающий пример мужества и умения выходить из самых сложных жизненных ситуаций так, чтобы все остальные смотрели и думали, ну, я-то тоже справлюсь, наверное. Конечно. Если она такая маленькая, худенькая. Дело же не в размере и не в росте. Вспомните Скарлетту Хару, как она говорила. Для меня вообще, кстати, я очень люблю это кино, «Унесенное ветром». Для меня, наверное, я смотрела его очень много раз. Для меня, наверное, Скарлетт, как ни странно, каким-то послужила, ну, не вообще, не в моей жизненной ситуации, а вообще каким-то примером в жизни, потому что, мне кажется, что, вот, несмотря на ее хрупкость, она такой была очень сильной. Мне вообще очень Вивьен Лин нравилась. Вы, кстати, действительно прекрасно, мне кажется, с этой ролью справились. Да, я бы сыграла с удовольствием. Тем более, что, действительно, для некоторых ролей, для них, вот, ну, надо понять, что ты. Что ты, кто ты. Да, да, да. И что-то понять о себе. Ну, можно и так играть. Лучше жить счастливо и весело. Это да. И к этому будем стремиться. Елена, ну, я действительно от всей души желаю вам, чтобы все было именно так, чтобы ваша маленькая актриса, которая подрастает, она действительно была вашим большим источником вдохновения, вот этой творческой энергии, которой вы питаетесь, а потом отдаёте ее зрителям. Вам спасибо огромное за интервью. Спасибо. А я напоминаю, что вы смотрели Культ личности. Мы сегодня общались с прекрасной актрисой Еленой Захаровой. До новых встреч в программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин